Всем огромный привет! Меня зовут Таня, добро пожаловать! Сегодня поговорим про белорусскую косметику. Расскажу вам о своих любимчиках, о своих находках за последнее время. И в основном это будет декоративная косметика. Будет у нас сегодня только один уходовый продукт. И все средства, как обычно в белорусской косметике, очень недорогие. Доступная стоимость каждого продукта в среднем где-то 150-200 рублей плюс-минус. Но качество при этом просто великолепное. Многие из этих средств могут реально посоперничать с люксом. Но прежде чем я приду к белорусской косметике, я хочу вам порекомендовать очень классный YouTube канал Елены Чернявской. Елена эксперт по омоложению. Я думаю, что многие из вас ее знают, потому что она очень популярна в Instagram. Там у нее более миллиона подписчиков. И это неудивительно, потому что Елена автор запатентованной методики омоложения, которая называется Face Sculpture. Благодаря этой методике уже более тысячи женщин слезли с иглы косметологии. Все свои упражнения Елена разрабатывала совместно с опытными пластическими хирургами и ведущим врачом-неврологом. Помимо комплекса упражнений Елена дает рекомендации по самомассажу, маскам и домашним средствам ухода за кожей лица. На своем канале Елена делится своими личными наработками в области омоложения. Елена рассказывает, как экологичными, доступными способами сохранить молодость и красоту. Также у нее на канале найдете ролики на множество интересных для нас девочек тем. Например, про вакуумный массаж, про то, как изготовить патчи для зоны вокруг глаз в домашних условиях. Про разные процедуры с медом для омоложения. Также у нее есть ролики про правильное питание, про фитнес в домашних условиях. В общем, девчонки, я уверена, что вам понравится на канале у Елены. Ссылочку на ее канал я оставлю внизу в инфобоксе. Подписывайтесь, уверена, вы там найдете для себя полезную и интересную информацию. А теперь давайте будем переходить к белорусской косметике. И начну я сегодня, пожалуй, с жидких теней от Luxe Visage. Называются они Metal Hype. Сегодня эти тени у меня на веках. У меня оттенок 1. Это очень нежный, деликатный, красивый оттенок шампанского. Очень красиво смотрится в жизни. Не знаю, как передаст этот оттенок камеры. Камера имеет свойство немножко пожирать цвета и делать их более блеклыми. Но в жизни эти тени смотрятся просто супер красиво. Дают эффект такого сияющего, слегка как будто бы влажного века. Сегодня в моем макияже глаз использованы только эти тени. В складку века я нанесла немножко бронзера. По контуру ресниц коричневый карандаш и накрасила ресницы тушью. Все, больше ничего не наносила. И мне кажется, макияж получился такой очень симпатичный, нежный, повседневный. Вот именно на повседневку этот первый оттенок подходит просто идеально. У меня эти тени покорили своим качеством. Они очень хорошо ложатся на кожу. Абсолютно дают ровное покрытие. Не плешивят, не комкуются. И самое главное, при застывании они не стягивают кожу века. И не делают века таким как будто бы слегка пожеванным. Чем грешат очень многие жидкие тени. Эти такого не делают. За это просто прям вот сразу у меня к ним возникла большущая любовь. Например, кстати, у меня есть вот жидкий глиттер от Lime Crime, который как раз таки стягивает кожу века и делает века пожеванным. Хотя этот глиттер стоит, ну, наверное, раз в 10 дороже, чем эти тени от Luxe Visage. Очень вам рекомендую именно первый оттенок, если вы ищете себе такой деликатный, нейтральный оттенок на повседневку. Это, знаете, такой вариант для тех, кто не любит долго краситься. Для тех, кто хочет быстренько что-то нанести, оп-оп-оп, растушевать и побежать. С ними прям супер быстро и легко. Давайте продолжим тему макияжа глаз. Следующий продукт, который мне очень понравился, это тушь, также от Luxe Visage, называется она Killer. Здесь довольно необычная щеточка. На первый взгляд она кажется, ну, такой обычной классической щеткой, не изогнутой, не спиралькой, ничего такого, среднего размера. Но, если приглядеться, видно, что здесь очень необычные щетинки. Вообще, изначально я подумала, что это силиконовая щетка, но когда я ее рассмотрела, увидела, что нет, это не силиконовая щетка, это такая классическая ворсистая щеточка. Но здесь очень-очень-очень коротенькие вот эти вот ворсинки, и на кончике у каждой ворсинки находится такой маленький шарик. Этот тушь очень классно прочесывает и распределяет реснички. Я такое очень люблю, и обычно такой эффект дают туши с силиконовыми щетками. Но это вполне справляется с задачей разделения ресниц, даже учитывая, что здесь не силиконовая щетка. Щетка, на мой взгляд, тут действительно удачная. Реснички получаются разделенные, она очень хорошо удлиняет ресницы и придает объем. С первого слоя получается такой, ну, более повседневный, так скажем, вариант, просто таких вот пышненьких, слегка удлиненных ресниц. Но если ее поднаслоить в 2-3 слоя, уже получается эффект прям накладных таких заметных кукольных ресниц. То есть, с ней можно по-разному. По текстуре она не слишком плотная, но и не слишком жидкая. Хорошая здесь текстура. Если бы она была чуть поплотнее, то она бы красила более ярко уже с одного слоя. Ну, а так приходится ее пару раз поднаслоить. Но это даже хорошо, не все любят очень яркие ресницы. Хорошо держится на ресницах, никуда у меня не осыпается, не крошится, не растекается в течение дня. Эта тушь не водостойкая, обычная, снимается с глаз легко, очень мицеллярной водой, не раздражает глаза. В общем, мне понравилось. Прямо по всем параметрам меня абсолютно устроило и стоит очень дорого, по-моему, там где-то 220 рублей. Рекомендую попробовать, особенно если вы любите силиконовые щеточки. Эта щетка похожа на силиконовую, хоть она и не силиконовая. Странная щетка, но она классно работает. Следующий продукт это хайлайтер от Luxe Visage. Что-то у нас сегодня прям в фаворитах Luxe Visage. Ну, хотя нет, будет еще другой русский бренд, но в основном Luxe Visage. Это жидкий хайлайтер, называется он Liquid Luminizer. И у меня он в оттенке 101 Pink Glow. Этот хайлайтер представлен двумя оттенками. Второй оттенок такой более золотисто-загарный, для загорелой кожи больше. Этот более светлый, и если вы светлокожая, однозначно рекомендую вам 101 оттенок брать, а не 102. Сегодня этот хайлайтер, кстати, у меня на скулах нанесен. Он меня тоже просто покорил. Великолепный, великолепный хайлайтер. Красиво ложится на кожу, очень ровно. Если его растушевать, получается красивое, влажное, равномерное сияние. Посмотрите, как красиво. Я надеюсь, видно, как сияет сводч на моей руке. Очень красиво выглядит, и меня покорила в этом хайлайтере его стойкость. Держится у меня просто железобетонное на протяжении всего дня. Красиво смотрится и на скулах, и в уголках глаз, и над верхней губой. Везде. Прям фаворитище. Очень рекомендую. Следующий продукт, который мне понравился. Давайте мы разбавим эту подборочку одним-единственным уходовым средством. Это спрей от Белита. Называется он гладкий и ухоженный. Это спрей для волос. Спрей ламинирования с маслами. Для всех типов волос несмываемый. Я его буквально недавно купила. Попробовала пару раз. Но уже захотелось вам рассказать, потому что он меня, опять же, покорил. Конечно, по поводу ламинирования Белита загнули. Никакого ламинирования этот спрей, естественно, не делает. Это просто силиконовая несмывашка для кончиков в формате спрея. Здесь в составе идут силиконы, и также еще в составе здесь идут масла. Какое здесь у нас масло указано? Масло Макадамии и Марокканской Органы. Это термозащитное средство, защитит ваши волосы от воздействия высоких температур, от фена, плойк, утюжков. Придает волосам блеск, разглаживает волосы и убирает ненужную пушистость. Но с ним нужно очень осторожно. Этот продукт не всем нравится. Я так подозреваю из-за того, что многие его очень обильно наносят. Его не надо вот так вот разбрызгивать активно по волосам, как мы делаем с разными немасляными спреями. Тут немножко другой принцип применения. Я бы порекомендовала наносить на ладошки. Буквально пару пшиков нанести на ладошки, распределить по ладошкам. И дальше на влажные волосы после мытья таким образом аккуратненько нанести. Тогда будет очень хороший эффект. Волосы будут разглаженные, блестящие, будет термозащита. И вся эта красота всего лишь за 200 рублей. Отличная силиконовая несмывашка. Следующие два продукта от Белита это два BB крема. Начну я с вот этого розового BB крема. Это просто хит. Это бестселлер среди белорусской косметики. Называется он BB крем для лица Photoshop Effect. Но мои руки до него дошли только сейчас. Я думаю, что все уже, наверное, кроме меня его попробовали. Но я как-то все время его мимо себя пропускала. Тут я его увидела, знаете где? В пятерочке. Он лежал в пятерочке. Ну я думаю, ну раз уж он тут лежит, ну возьму все-таки попробую. Я просто была скептически настроена к нему, потому что он стоит всего лишь 130 рублей. Или даже 120. Ну как бы я думала, что может быть хорошего за 120 рублей. На самом деле этот BB крем очень классный. Особенно для сухой, для нормальной кожи. У меня кожа комбинированная. И на моей жирной Т-зоне он начинает очень быстро блестеть. Но вот на нормальных участках кожи, на суховатых участках кожи, он выглядит просто идеально. И ведет в течение дня себя тоже просто идеально. У него универсальный оттенок. Я бы не сказала, что этот оттенок очень светлый. Для очень белокожих девчонок он будет темноват. Это имейте в виду. Но если у вас не супер белая кожа, примерно как у меня, он смотрится хорошо. Он подстраивается более-менее под оттенок кожи и не выглядит как-то слишком по-загарному. Здесь даже, кстати, есть SPF. Всего лишь 15, но он есть. Это приятно. У этого BB крема среднее покрытие. Он вам перекроет небольшие какие-то несовершенства, покраснения. Это ему вполне под силу. Мне очень нравится, как он сглаживает визуально поры. Он не проваливается в них, не подчеркивает, а наоборот делает такой эффект фотошопа. Вот здесь как написано, фотошоп эффект. Реально есть такой эффект блюра. Поры становятся более сглаженными. В общем, за 130 рублей это просто бомбическая находка. Если вы еще не пробовали, попробуйте. Даже если вам не понравится, ну не так обидно будет, потому что стоит прям совсем недорого. Единственное, кому бы я не рекомендовала, это тем, у кого очень жирная кожа. Если у вас очень жирная кожа, вы не зацените, потому что будет очень быстро на вашей коже начинать блестеть. И второй BB крем от Белита называется Hello BB. Это уже матирующий BB крем. Эксперт матовости кожи. Я так понимаю, что это какая-то новинка у Белита, потому что раньше я их как-то не видела. А этот BB крем мне понравился чуть меньше, чем розовый. Потому что здесь, во-первых, более легкое покрытие. Здесь покрытие прям совсем-совсем такое полупрозрачное. Он не скроет никакие покраснения, никакие несовершенства. Он просто слегка выровняет вам тон кожи. И мне не очень понравилось, что этот BB крем на самом деле не дает матовое покрытие. Здесь написано, что он матовый, но по факту он дает такое полуматовое покрытие. Но его большой плюс в том, что он совершенно не чувствуется на коже. Коже покрытие очень тонкое, очень невесомое. Нет ощущения какой-то пленки на лице, нет ощущения жирности на коже. Он очень комфортный. Если даже сравнивать с розовым, этот больше ощущается на коже, чем этот. Этот прям совсем супер невесомый. Кому понравится? Опять же, я думаю, тем, у кого сухая, нормальная кожа и комбинированная. Для жирной кожи однозначно нет. Хоть здесь и написано, что это эксперт матовости кожи. Универсальный тон для нормальной жирной кожи. Ну нет, для жирной кожи нет. По поводу оттенка. Опять же, оттенок здесь немножко темноват. Он один-единственный универсальный, но для белоснежек точно не подойдет. Еще он имеет свойство немножечко окисляться со временем. Но в целом мне понравилось. Я буду продолжать им пользоваться. В тех случаях, когда мне нужно очень такое легкое, невесомое покрытие. И он очень легко тушуется, его легко влажным спонжем быстро растушевать, ровно ложится. В целом красиво выглядит. Опять же, за такие деньги я считаю, что это просто находка. Остался у меня карандаш для бровей от Luxe Visage. Называется он Brow Bar Ultra Slim. И это у меня оттенок, где написано оттенок? Вот, тон 303 смоки. Это ультра-тонкий карандаш с таким тоненьким-тоненьким грифелем. Он механический. Грифель здесь выкручивается. Очень похож на карандашик от Catrice знаменитый, который я вам тоже миллион раз просто рекомендовала. Вот они очень похожи. Единственное, здесь нет, к сожалению, никакой щеточки для бровей. Если бы здесь была щеточка, прям вот цены бы ему не было. Но, к сожалению, почему-то щетку нам не положили. Карандашик этот имеет очень приятный, холодный серо-коричневый оттенок. Очень здорово можно этим карандашом прорисовать прям такие тоненькие-тоненькие волосочки. Мне нравится, что он не слишком восковый, не слишком жирный. И за счет такой немножко суховатой текстуры с ним очень легко делать брови. Просто буквально вот несколько штришков чик-чик-чик, и бровь готова. Он не плывет, он не растекается, очень стойко держится. Это устойчивый карандаш. Тут даже написано, что он водостойкий. Но я, кстати, честно говоря, не проверяла, насколько он водостойкий. Но держится он на бровях хорошо в течение всего дня. Если вы любите микрокарандашики для бровей, могу порекомендовать. Если вы еще, кстати, не пробовали такие микрокарандаши для бровей, тогда исправляйте это, попробуйте. Я уверена, что вам очень понравится, потому что это гиперудобный способ оформления бровей. Ну что, на сегодня все. Вот такие у меня находки и любимчики белорусской косметики за последнее время. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным. Делитесь в комментариях вашими отзывами на те средства, что я сегодня показывала. Будет интересно узнать ваше мнение. И не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропускать новые ролики. Я с вами на сегодня прощаюсь. Обнимаю вас. Желаю вам всего самого лучшего. Пока-пока. До встречи в новых видео.